Российские сенаторы выступили с инициативой сделать детские игрушки товаром первой необходимости, тем самым помочь отечественным производителям увеличить долю на рынке. По данным исследования, в 2021 году объем, несмотря на пандемию, вырос на 5%. При этом российские производители занимают всего 25% рынка. Тему продолжит наш корреспондент. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумирова считает, что игрушки российского производства могли бы занять 80% отечественного рынка. Но добиться таких показателей против нынешних 30% без помощи со стороны государства нельзя. Авторы инициативы предлагают стимулировать закупки российских товаров с привлечением средств бюджета, например, в рамках госпрограмм. Мы предлагаем правительству рассмотреть вопрос включения игрушек в перечине продовольственных товаров первой необходимости и разработать отдельную программу игрушки и товара для детства. Российские продавцы, в свою очередь, делали хорошие продажи на пазлах и наборах для творчества, удерживая занятые ранее позиции. Тем не менее, 25% рынка – это все же небольшая доля, считают эксперты. На что обращают внимание жители Твери при выборе детских игрушек, наша съемочная группа узнала на главной пешеходной улице. На качество, на цену. Чтобы настоящие были, чтобы были как друг, чтобы как друг был. Не какой-нибудь зомби или с одним глазом, чтобы был как друг. Но это я, я по старым понятиям сужу. Ну, по внешнему виду, да, смотрите? Внешний вид и качество игрушки, конечно. Экологичность очень важна. Экологичные игрушки должны быть. Чтобы не черт что, а чтобы вещь, которая будет другом и прослужит. Сначала на качество, отсутствие запаха. Но это, собственно говоря, качество и есть. Размер, ну, возраст ребенка, соответственно. И способности, интересы, увлечения. Кому что. Многие тверичане во время опроса рассказали, что предпочитают покупать игрушки для детей в специализированных магазинах. Кроме того, по возможности отдадут предпочтение отечественному производителю. Ну, если они тренду какому-то соответствуют отечественной, конечно, лучше брать отечественной. Они же будут дешевле стоить, потому что себе стоимость игрушки будет зашевле. Конечно, лучше. Даже та же самая матрешка, не которая вот декоративная и стоит баснословную сумму, а та, которую можно дать ребенку без страха и упрека. Ну, и без сожаления тоже, а для кошелька. Нас бы предпочитать российских. Ну, тут уж как-то тоже опять-таки попадет, повезет. Кроме того, в России могут появиться новые льготы для малообеспеченных семей с детьми. Минпромторг собирается рассмотреть соответствующий законопроект с правительством. Детская карта – аналог Пушкинской, с помощью которой студенты и школьники могут льготно посещать культурные мероприятия. Согласно инициативе Минпромторга, малообеспеченные семьи по детской карте смогут покупать отечественные товары для своих детей. Игрушки, одежду, спортивный инвентарь и прочее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok